Готовы ли спасатели к сложным чрезвычайным ситуациям и какая техника сегодня стоит у них на вооружении, выясняла Вероника Гомзюкова. Сегодня в структуре МЧС более сотни единиц аварийно-спасательной техники. Автопарк регулярно обновляется. В прошлом году на базу Гомельского областного управления поступил вот этот зверь, мощный автоподъемник коленчатый. В разложенном виде размеры машины достигают 18 метров в длину и 7 метров в ширину. Он способен поднять бригаду из 5 человек на высоту в 78 метров за 3 минуты. На нем при необходимости можно поднять и оборудование общим весом до 400 килограммов. Стоимость такого железного тяжеловоза более миллиона евро. На счету этой машины выездов пока нет, но скоро в Гомеле возведут 25-этажки. И в случае чрезвычайного происшествия АПК-75 будет незаменим. К слову, эта машина единственная на всю Беларусь. Машины старых и новых образцов отличаются очень в основном начинкой электронной. Старые машины работают от рычагов и на глазомер водителя. То современные машины, начиненные очень много электроникой, которые предохраняют, а также помогают в эксплуатации данной техники. АПК-75 – это автоподъемник коленчатый, 75 метров высотой. Предназначен для подачи личного состава на высоту, проведения спасательных эвакуационных работ, а также подъем пожарного оборудования и проведения работ по, скажем так, ликвидации пожара. В структуре МЧС есть и своя водолазно-спасательная служба. Полномочий у этих специалистов больше, чем у освода. Когда в Житковичах проходил ремонт моста, именно водолазы-спасатели организовали круглосуточную перевозку с берега на берег. Использовали катер «Брик» мощностью 60 лошадиных сил и грузоподъемностью 9 человек. При необходимости он развивает скорость до 60 км в час. Есть на вооружении и более легкий водный транспорт. Если нет хорошего подъезда к воде, то командир, водолаз и водитель снимают лодку с лафета и несут к воде. В обязанности специалистов водолазно-спасательной службы входит и работа во время паводков. У нас на вооружении стоят, наверное, немного лучше мы оснащены. У нас на вооружении стоит водолазная станция быстрого развертывания. То есть она автономная связь, поддерживается голосовая связь с работающим водолазом для проведения подводно-технических работ. У освода, то есть у них поделены участки, на которых они работают. Мы же работаем по месту вызова. Есть министерство чрезвычайных ситуаций и свой спецназ. Это специалисты пожарного аварийно-спасательного отряда узкого профиля. Здесь собран транспорт на случай всех нестандартных ситуаций. Разлилась ртуть – приедут химики. Потерялся человек – выйдет спасательный отряд на квадроцикле. Кстати, для сотрудников МЧС этот транспорт стал незаменимым. На нем проводят поисковые работы в труднопроходимой местности. Полный привод, малый вес, мобильность – вот главное качество такого транспорта. Он пройдет там, где не сможет проехать даже внедорожник. На нем есть система специального громкоговорящего устройства. Ее включают во время поисков и транслируют информацию о том, что потерявшемуся делать. Данная техника была приобретена во все регионы. И с помощью нее уже в этом году обнаружено в лесных массивах два пострадавших. И спасены, которые потерялись в лесу. Самый популярный транспорт – автомобиль медицинской службы. За сутки он выезжает в среднем 5-6 раз. Без этой машины не обходится работа ни на одном ЧП. Будь то пожар или дорожно-транспортное происшествие. Именно на этом авто спасатели приехали первыми к месту ДЦП под Гомелем с участием 16-летних велосипедистов. Эта машина транспортировала пострадавшего в медучреждение. Шансы на выживание у людей благодаря этой чудо-машине увеличились. Здесь есть все необходимое оборудование. ИВЛ, дефибрилляторы с кардиографом, отдельный переносной кардиограф. Все средства первой помощи, начиная от лекарств и заканчивая фиксаторами для частей тела. Теперь помочь человеку спасатели могут даже в движении. Машина МЧС в такой комплектации одна на область. Он сделан на основе «Газель Некст». И соответствует всем требованиям, которые необходимы для оказания на данном этапе экстренной медпомощи. В том числе и реанимационной. Высокая крыша, автономное электропитание. Ну и соответственно все необходимое оборудование. Есть все необходимое в плане травматологических пострадавших. Это, конечно же, средства и мобилизации различные, в том числе и мобилизирующие вакуумные матрасы. Такое новшество. Как только мы закончили съемку, на горячую линию поступило сообщение о возгорании. И транспорт со всех пожарных частей Гомеля вместе с медицинским автомобилем отправился на вызов к политехническому общежитию. Огонь быстро ликвидировали. Помощь людям не понадобилась. Но можно быть уверенным, что в случае необходимости окажут ее экстренно и профессионально. Вероника Гомзюкова, Александр Харламп, Андрей Иванов. Специально для программы «Де Факто».